Спасибо большое, Сергей Сергеевич, что вот в преддверии дня студента вы нашли возможность приехать именно к нам. Мы разные предложили студентам вопросы задать, думали про это. У нас есть наши студенты, которые находятся на стажировке в Китайской Народной Республике, есть студенты, которые из самарского филиала, это единственный наш филиал, он один филиал всего, вот он в Самаре располагается, он достаточно большой. Ну, давайте, кто готов начать. Да, и давайте те вопросы, которые вы считаете важно задать. Не то, что там вам, может, подготовили или написали, а что вот вы считаете. Никто им ничего не писал, это я вас уверяю, да. Да, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Кузнецова Екатерина. Мне кажется, меня не видно будет. Ну, пожалуйста. Я учусь на дошкольного дефектолога, и меня очень интересует такой вопрос. Когда вы были студентом, какой был ваш любимый предмет и почему? И сохранился ли он сейчас в учебном плане? Студентом или в школе когда? Студентом. А, студентом. Ну, студентом я поступал в Государственное открытое педагогическое университет на направление учитель математики и информатики. У нас такая сдвоенная была специализация. По-моему, сейчас тоже, да, Игорь Михайлович, можно получить дополнительные. Да, более того, эти программы выросли. Число таких программ, где два профиля, оно очень сильно выросло. Это очень хорошо, потому что такой кругозор и расширяется. Тем более, что информатика, я поступал в 91-м году, активно развивалась. И вообще информационная технология. Но не открою какого-то секрета. Конечно, одним из любимых предметов была методика преподавания математики, потому что ее вел Александр Григорьевич Марткович. Кто математики знают, он здесь работает. Поэтому, насколько увлекательно было. Я хочу сказать, что все предметы важны. Дошкольная, да, у вас? Да, дошкольная дефектология. И важна и коррекционная педагогика, и психология. Мне кажется, важно тоже понимать, что в начальной школе, какие связка была. Но очень важное направление. Потому что я получал образование для общеобразовательной школы, но защищал кандидатскую по работе с трудными детьми. И вот как раз очень много трудов связано тоже с коррекционной педагогикой. Пришлось изучить. Вот. Поэтому. Таким образом. Спасибо большое. Интересно, там, где пересечение разных областей, где вот стыки такие возникают, да? Да. А вот интересно, сейчас в дошколке вы изучаете что-то? Вы, представьте, в поначальной школе есть у вас какое-то, ну, может быть, понимание? Вот. Потому что воспитатель, потом то, что вот, условно говоря, в коррекционной школе будет, если ребеночек поступает дальше. Я закончила колледж при МГПУ, Черемушки, на учителя начальных классов и классов КРО. А, вот это очень хорошо. Поэтому у меня есть понимание, и сейчас я расширяю. Здорово. Здорово, Катерина. Спасибо. Спасибо. Кто хотел бы продолжить? Пожалуйста. Девушка. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Молодцова Полина. Я учусь на преподавателя китайского языка в МГПУ. У меня вопрос, связанный с тенденцией переориентирования нашей политики с запада на восток. Скажите, пожалуйста, планирует ли министерство ввести изучение китайского языка в большее количество школ? Вот смотрите, Полин, здесь первое у нас с Китайской Народной Республикой всегда были очень дружественные отношения. Очень много общего. И в системе образования очень много общего. Поэтому эти связи никогда не разрывались. Наоборот, они только укреплялись. Что касается китайского языка, то, по-моему, еще при мне как раз вводился как пятый иностранный язык по выбору китайский в ЕГЭ. По-моему, есть сейчас китайский. Да, ЕГЭ есть. Вот как раз это был то ли 18-й, то ли 19-й год. Не помните, да? Наш университет участвовал тоже. Да, в апробации. Правильно. Вот Игорь Михайлович подсказывает, да, как раз мы опирались во многом на те разработки, которые в городском педагогическом университете. И они легли в основу экзамена. Экзамен непростой, потому что, насколько вот, ну я не специалист такой большой, но, насколько я понимаю, сильно отличается устная речь от письменной речи. И вот, так как у нас две части экзамена, важно было, значит, здесь все очень проработать. Введение ЕГЭ по китайскому, как дополнительный по выбору, дал такой тоже достаточный стимул и для развития китайского языка в школах. Очень востребованное будет и направление, и я думаю, что и больше школ будут тоже выбирать китайский язык. Вот, ну я еще раз говорю, он непростой такой. Вот, ну и русский, кстати, язык тоже язык, но зато красивый. Вот, поэтому хорошо то, что в университете есть такая программа. Мы тоже с Игорем Михайловичем говорили, что здесь будем обмениваться опытом и использовать ваш опыт в целом для страны. Вот я подумал, что у нас как раз с ребятами, которые находятся в Китае, пять часов разницы. Плюс или минус? Плюс у них достаточно поздно. Не спите, ребята? Дайте им возможность что-то тоже спросить. Кто у нас на связи из Китайской Народной Республики? Да, здравствуйте, Сергей Сергеевич. Я надеюсь, меня слышно. Меня зовут... Меня зовут Блохин Матвей. Я студент направления востоковедения. На данный момент нахожусь в Китае. У меня такой вопрос. В последние годы в средней школе Китая отменили разделение на естественные и гуманитарные направления. Теперь школьники имеют право сами выбирать три любых предмета. Та система, которую в Китае отменили, очень похожа на ту систему, которая есть сейчас в России. Поэтому хочется спросить, как вы относитесь к подобного рода инициативе и возможно ли отменение разделения на направления в российских реалиях? Я, честно говоря, не слышал об этом. Я слышал о том, что гаукау было направление по естественно-научным предметам и гуманитарным предметам. И разделили, наоборот, на предметы, как ЕГЭ российское. Вот это я слышал. Что касается того, что вы говорите, это в старшей школе, да, три предмета оставили? Да, да, да. То есть школьник может выбирать три предмета для старшей школы или для сдачи экзамена? Четкого разделения, нет точка, четкого разделения направления в процессе обучения. То есть стали давать больше? Например, лингвистически. Пять часов разница. То есть стали по предметам вернулись или наоборот по направлениям? По предметам. А, ну вот, да, я это слышал. А что с чем можно перемешивать, вот уточните, гуманитарный, естественно-научный, в чем, собственно, изменение состояло? Изменение состоит в том, что школьник, он просто выбирает себе дисциплину самостоятельно. А, без обязательных предметов, да? Да, да, да. Из какого года такое нововведение? Ну, у нас, кстати, это было, по-моему, в 2002 году концепция профильного обучения. Ну, насколько я понял, основной вот там сюжет, это возможность замешать профиль. Ну, грубо говоря, и литературу, и математику выбрать, да? У нас принято, что если выбрал математику, то где-то рядом должна быть физика, и тогда физмат-профиль, все нормально. А вот как быть, когда и литература, и математика интересны? Вот насколько здесь можно позволять развивать такие траектории? А это во всех, извините, это во всех 500 тысяч школ Китайской Народной Республики так проводится? Или только у вас в провинции? Во всех. Ну, хорошо, посмотрим, поизучаем. Ну, здесь, может быть, вот сам вопрос, вот насколько действительно можно сочетать, казалось бы, несочетаемые математику и литературу, и из этого делать профиль? Со временем мы тоже это обсуждали, и как-то вот не решились так в свое время. Надо вернуться, пообсуждать, посмотреть опыт. Ну, я не сторонник, вот Игорь Михайлович, может, здесь со мной не согласится, здесь, вот, каких-то таких кардинальных быстрых изменений. Вот надо все-таки, я считаю, надо посмотреть, оценить. Нет, но мы-то как раз за изучение, да? Если Матвей привезет какой-то более подробный материал, да, из Китайской Народной Республики, давайте его действительно... Да, Матвей, мы вас ждем. Вы собираетесь обратно? Без усповано. Все, давайте, мы вас ждем, и обязательно с вами встретимся. Вы побольше материала насобирайте, вот с Полиной вместе его переведете, и проведем здесь такой семинар. Хорошо, Игорь Михайлович? Да, да. Все, договорились. Ну, важно, что мы готовы впитывать любой полезный опыт, который действительно... Спасибо, Матвей, ложитесь спать. Спасибо. Спасибо. Кто готов продолжить, пожалуйста? Я учусь на первом курсе в Институте педагогики и психологии образования, и я бы хотела спросить, почему в наших школах развитие направлено именно на заучивание материала и последующую сдачу ЕГЭ, а не на развитие личности ребенка? Ну, это вот у Игоря Михайловича надо спросить, он был замминистра в свое время. Ну, смотрите. Ну, мы-то как раз хотели бы, чтобы оно было туда направлено. Ну, смотрите, Анастасия, если... Любой, наверное, экзамен так устроен. Вот, Сергей Сергеевич, я когда-то был в общественном совете Рособронадзора, нет, я и сейчас там, значит, в общественном совете Рособронадзора, но там это действительно такой, ну, глобальный феномен, который все исследователи сейчас подмечают, что какой бы классный экзамен ни сделай, всегда на него потом подстраивается и возникает... Система натаскивания, да? То есть это во всех странах такая беда. Даже слово, по-моему, придумали high stakes экзамены, экзамены с высокими ставками, да? Вот, сколько ставка очень высока, всегда система норовит под нее натаскать. Вот как... Ну, я так понял, Анастасия, вопрос там даже глубже, не только про экзамены, но и в целом, да? А вы в Москве учились или нет? Нет, я из провинции. Откуда, если не секретарь? Город Балакова, это в Саратовской области. Ага, то есть в Саратовской области там всех натаскивают, да, и заучивают. Я понял, потому что, ну, в московских школах, насколько я знаю... Стараются этого избегать. Вот, ну, смотрите, ну, если так серьезно говорить, то здесь нет однозначного такого ответа. Понятно, что вы имеете в виду, но с другой стороны, без знаний, и вот, допустим, там, если про математику говорить, то, что мне ближе, если ты не знаешь формулы, то сложно потом использовать полученные знания. То есть обязательно, помимо софтскиллс, о которых вы говорите, должны быть хардскиллс, так называемые, базовые знания. Если мы говорим про литературу, то в том числе и заучивание стихотворений, как можно, там, читать стихотворения, как бы, все равно это заучивание. Другое дело, что действительно должно быть такое широкое образование, и, вот, Матвей, если не спит, то согласится, что, ну, и в Китае, вот, наверное, не случайно, пошли по такому пути, чтобы дать возможность школьнику такие различные, ну, скажем так, умения реализовать не только с знаниями, потому что очень важно уметь использовать знания в практике, уметь размышлять, уметь анализировать, уметь сопоставлять, уметь критически мыслить, работать в команде. Это те навыки, которые, конечно, необходимы. Но мы, вот, у нас, здесь тоже Игорь Михайлович может не согласиться, в свое время, значит, говорили о том, что, значит, каждая школа фактически разрабатывает свою программу. Вот мы сейчас по шести предметам утвердили, и закон в прошлом году был специально принят, что по шести предметам по литературе, истории, русскому языку, географии, основам безопасности, жизнедеятельности и общества знания устанавливаются федеральные программы. Для того, чтобы в школах был определенный уровень, если посмотреть эти программы, то как раз там больше они направлены на то, чтобы не заучивать, а чтобы уметь применять знания. По остальным предметам устанавливается такой уровень, когда школа может использовать свою программу, но не ниже того уровня, который определенным министерством. Это там по математике, физике, химии. Вот, поэтому я надеюсь, что при реализации этого закона мы определенные моменты поправим, так скажем. Это первое. Второе, что касается экзамена, если говорить, то экзамен развивается, я, правда, уже два года детально не занимаюсь, три года, точнее, экзаменом. Но хочу сказать, что в свое время мы очень многое заложили в плане того, чтобы не было такого зазубривания или заучивания по литературе. Вообще убрали части и А, и Б. Нас тоже некоторые критиковали за то, что убрали там часть А. Но в том числе это связано вот с тем вопросом, о котором вы сказали. Очень много, значит, письменная часть, часть С мы расширили. Ввели сочинение. Устный экзамен по русскому языку в девятом классе. Китайский язык, вот Полина спрашивала. Поэтому как бы постепенно, постепенно мы в этом направлении идем. Если есть какие-то такие предложения, вы, значит, обучаясь как психолога, педагога, нам подскажете, будем вам признательны. Потом очень многое зависит еще от неучебной деятельности. Как вот в школе организована неучебная деятельность. У нас вот сейчас советники вводятся, директора по воспитанию, которые вовлекают ребят в коммуникацию, в общение, посещение театров, кино. В Саратовской области, по-моему, в прошлом году не было советника, не участвовал регион. Здесь региона было. По-моему, в этом году Саратовская область тоже включилась. Я думаю, ситуация будет точно меняться в лучшую сторону. Надеюсь. Я думаю, знаете, вот Сергей Сергеевич нарочито так демонстрирует, что ректоры могут не соглашаться. Это точно как бы научатся, что можно не соглашаться. Но я думаю, что если речь идет действительно о базовых основах, ведь выделить базовую основу – это не такая простая задача. Все педагоги это понимают. Если речь действительно идет о базовых основах, то базовая основа как раз содержит в себе творчество, содержит мысль, содержит какую-то важную очень идею, которую просто так с кондачка не возьмешь. Базовая идея и содержит это творчество. Мне кажется, здесь какая-то синергия. Да, где-то золотая середина. Важно ее найти. Базовая как баланс. Спасибо. Кто бы продолжил? Да, пожалуйста. Мы с ректором соглашаемся. Как итог дискуссии. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Саша Песцова. Я учусь на организатора работ с молодежью. И мой вопрос состоит в следующем. Исходя из вашего опыта и профессиональной деятельности, какие отличия в современном и советском образовании вы видите? Спасибо. А к чему такой вопрос? Ну, потому что вы учились, так скажем, в советской школе. Я в ней не училась, но достаточно люблю Советский Союз и все, что с ним связано. И исходя из вашего опыта, как вы считаете? Мне интересно ваше мнение. Правильно. Ну, смотрите, я вам так скажу. Мне, кстати, мнение тоже Игоря Михайловича интересное будет. Я скажу, да. Ну, вот я скажу свое мнение. Мне в школе нравилось. Я учился в московской школе, в Беляево, 176-я школа. Мне нравилось рядом с домом. Я из теплого стана. Мы с вами соседи, можно сказать. Мне в школе нравилось. Я был октябренком. Потом я один из первых вступил. Меня включили в пионеры. Я даже побыл в комсомоле. Правда, недолго. Потом комсомол распался. Но у нас не было телефонов, мобильных телефонов. Многие говорят, не рекомендуют телефоны на уроках. Вот я об этом говорил в Думе. Я знаю тоже мнение. Сейчас не буду говорить, что Игорь Михайлович. Но скажу, что нужно уметь использовать информационные технологии на уроках. Но это легко сказать. Конечно, очень сложно реализовать. Там, где это получается, это, конечно, замечательно. Поэтому мне в школе нравилось. Конечно, были определенные перегибы. Собственно говоря, на мой взгляд, поэтому в 90-м году произошло то, что произошло. Но и вот то, о чем спрашивали по поводу заучивания и так далее. Были определенные перегибы. И вот в целом в воспитательной работе слишком в определенных, на мой взгляд, рамках. Но что касается песен, что касается детских лагерей, что касается реализации творчества, очень много фильмов, такая добрая атмосфера. Это действительно было. Мы сейчас, когда реализовываем идею советника-директора по воспитанию, может быть, вы слышали, стали искать те технологии, методики работы с детьми так, чтобы было им интересно. Потому что очень важно, чтобы ребенку было интересно. Вот мы сейчас создали российское движение детей и молодежи. У меня старшая дочка вступила. И потом спрашивает, папа, что нам делать? В чем наша задача? То есть уже дети спрашивают. Не просто так вступить, но что нам это дает? Чтобы нам было это тоже полезно, интересно и полезно. Вот очень важно ребенка заинтересовать. Сегодня серьезный вызов – это информационные технологии, социальные сети и так далее. Я это неоднократно говорил. Еще раз хочу сказать, что это бизнес. Социальные сети и информационные технологии, особенно для детей, построены таким образом, что ребенок, попадая, уже он так в психологии, вот если мы говорим о психологии детской, это все там просчитано, все, ты уже как, ну, определенное, все, ребенку очень сложно выйти оттуда. То есть так раз, 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 и что-то интересное, интересное, они потихонечку-потихонечку и все вовлекают вот в эту среду. И не случайно Стив Джобс, он, ну, насколько там он сам говорил, мы знаем, как-то не приветствовал, чтобы его дети там были во всех социальных сетях, и, значит, в телефоне и так далее. Потому что еще раз, они построены так, это большой бизнес, просто мы должны понимать. Поэтому это для нас вызов. В свое время у нас не было ни мобильных телефонов, и мы больше общались, больше там на улице проводили, гуляли, всякие кружки, секции очень много было. Вот, то есть вот, ну, действительно такое, ну, детство, вот это важно, детство. Потому что вот до семи лет формируется, вот, вы задавали, как специалист по дошкольному образованию, до семи лет формируются все основные психологические функции. Если их не сформировать, потом начинается вот коррекция уже в школе. А ведущая игровая деятельность до семи лет, да, и если ребенок не играет со сверстниками, родители ему не читают сказки, отсюда потом могут возникнуть многие проблемы. То же самое, вот, у нас такого не было. Но как сегодня, да, и вот я про советников стал говорить, мы стали искать технологии, нашли только в Артеке. То есть в чем плюс и, как бы, уникальность Артека, Артека, Орленка, Артека, что на третий день все родители звонят директору Артека, где мой ребенок. Почему он не в социальных сетях, почему он мне не звонит, вообще, куда пропал, что с моим чадо. Ну, это кто первый раз, кто второй, третий уже поспокойнее. А где он? Ну, он пошел в поход, он стал, сделал зарядку, и потом 21 день смены длится. Родители спрашивают у директора Артека, а что это с моим ребенком случилось? Значит, он стал посуду, извините, мыть, значит, кровать заправлять стал как-то это, утром пошел на зарядку. А там все дети, вот если вы приехали в Артек, первый день, вот я наблюдал, значит, ну, уже взрослые, там, 15-16 лет, вот, ребята, первый день, там, по-моему, в 7 или в 7.30 подъем, 8, зарядка, все выходят с мобильными телефонами, как-то это. Я смотрю, все уезжают, никаких мобильных телефонов, все идут, бегут на зарядку, все это нравится, все это хорошо, никто не хочет никуда уезжать, потому что в деятельности, ребята в деятельности, им интересно. Они вышли в море, они пошли в поход, они встретились с интересными людьми, они общаются, у них какие-то есть совместные проекты, все, им вот это живое общение. Это, в частности, было, все это было в Советском Союзе, это большой плюс. И мы, когда стали вот анализировать такие технологии, как раз обратились к Артеку, к опыту Артека, и сегодня все советники обязательно проходят обучение в Артеке. Вот. Поэтому ваше направление очень важно сегодня, и если вот вы тоже привнесете и проанализируете то лучшее, что было в том числе в Советском Союзе, и как-то вот адаптируете для сегодняшнего времени, это очень будет востребовано. Обязательно, спасибо. А лучшее там, где деятельность, там, где есть деятельность. Ну, я, может быть, как-нибудь расскажу, где там были моменты, когда не было деятельности, и это тоже удручало. Такое было и в советское время. У вас как советский период проходил? Ну, вот там, где не было деятельности, где была идеология, там не очень хорошо. А там, где была деятельность, да, там действительно этого удушевляет. Вы знаете, тяжелый график у министра, вот кто бы мог последний вопрос задать? Крайний, да. Еще раз добрый вечер, меня зовут Лиана, я тоже учусь в Институте Педагогии и Психологии образования на профилях английский язык и проектирования образовательных программ. И, собственно, мой вопрос. Что мне, студентки, первого курса нужно делать сегодня, чтобы в будущем оказаться на вашем месте? Я, честно говоря, так сложно. Мне кажется, здесь, понимаете, как вот такой ответ, он, наверное, общий. Просто учиться, стремиться, никогда не унывать, работать. Я вот после завершения педагогического университета, я сразу пошел в аспирантуру, защитился и параллельно поступил еще в МГИМО. Потому что мне как-то вот казалось, что нужно управленческое образование получить. Вот. Но я уверен, что на любом месте, где бы вы ни работали, главное, чтобы всегда сохранить человеческое достоинство. Вот это самое главное. Но я всегда старался как-то не унывать. Вот понимаете, очень много событий разных происходило. И зачастую руки, можно сказать, опускались, и все, думаешь, ну все. У нас и с Игорем Михайловичем такие были случаи, когда все. Да и сейчас всегда бывает. Вот, когда все, вот, ну вот, какой-то там, вот я помню, и нормативные документы, и акты, что-то не получается. И думаешь, там, вот Андрей Александрович был министром тогда, он там нас вызывал, там, говорит, все. Ну, нет, надо вот собраться и как-то выдохнуть, и идти дальше. Вот это, я не знаю, это soft skills или не soft skills, вот то, что Настя спрашивала. Вот это важно. Это важно, вот, не опускаться, чтобы руки не опускались. Ну, он так, наверное. Здравствуйте, меня зовут Софья. Я обучаюсь в магистратуре по направлению руководителя образовательной организации. Хотела бы перед началом своего вопроса поздравить всех присутствующих в аудитории за ее пределами с Международным днем образования. Пожелать всего самого лучшего, чтобы все шло в гору. Собственно, вопрос звучит так. Какой закон вы бы сами хотели осуществить, принять, но он настолько нереальный, что от него на данный момент пришлось отказаться? Хороший вопрос. Получается так, что там те законы, о которых приняты, о которых мы говорили, и с депутатами Государственной Думы, они все приняты. У нас много законов было принято в прошлом году и по среднему профессиональному образованию, когда мы дали возможность колледжам создавать предприятия, фактически, там, малые предприятия, это хорошая практика, отказ от образовательной услуги в профессии педагога, снижение бюрократической отчетности. Наверное, и так. Честно говоря, такой интересный вопрос. Надо подумать. Закон мечты – это закон, который поднимет статус педагога как-то так высоко, что… Думаю, что да, потому что вот сегодня президент, открывая встречу с правительством, еще раз сказал о значимости профессии педагога, действительно, от учителя очень много зависит. То есть вот семья – это вот до трех, до четырех лет, потом детский сад, ну и семья дальше сопровождает, понятно, родители. Но в школе очень много времени проводит ребенок. И от того, чему будет учить учителя, на учителя это равняются. Вот. От учителя очень много зависит. И то, что вы выбрали эту профессию, благородную профессию, большое вам уважение. Вот. Идите вперед. И абсолютно правильно то, что вы связали свое будущее с профессией педагога. Я уверен, что с каждым годом все больше и больше вот престиж и поддержка педагога. Не случайно год педагога и наставника президента утвержден. То есть очень много есть хороших возможностей. Но и от вас тоже мы ждем предложений, идей. Вот. Мы здесь открыты и готовы их тоже учитывать. Спасибо. Спасибо, Сергей Сергеевич. Спасибо, давайте попавлодируем. Спасибо.